МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На Ахтубинском канале время новостей. В студии Татьяна Фомина. Главные темы выпуска. Внимание на дорогу! Знак «Жилая зона» демонтирован в микрорайоне имени Лавочкина. Знак «Пешеходный переход» установлен. Призывники шагом марш. 1 апреля в Ахтубинском районе стартует призывная кампания. Постигать живопись, глядя на лучшие ее образцы. Юные художники изучают работы известного земляка Александра Клишина. Очередное заседание Астраханской антинаркотической комиссии прошло в отделении реабилитационного областного наркологического диспансера. Участникам совещания показали условия, в которых работают специалисты и лечатся пациенты медицинского учреждения. Также были рассмотрены вопросы проведения регионального марафона «Здоровая губерния» и добровольного тестирования на наркотики школьников. Первый этап марафона муниципальный прошел во всех районах области и объединил вокруг мероприятий, способствующих воспитанию здорового образа жизни, сотни разных людей. Врачи отмечают, что в обществе изменилось отношение к алкоголизму и наркомании. Многие воспринимают то, что когда-то считалось пороком или распущенностью, как серьезную проблему. И такой социальный прессинг заставляет людей с проблемами чаще и быстрее обращаться к наркологам за помощью. Что касается предстоящего добровольного тестирования на наркотики школьников, то здесь, как считают специалисты, чем раньше, тем лучше. Раннее выявление случаев употребления помогает быстрее решить проблему, уберечь подростков от зависимости от наркотиков. Важно, чтобы союзниками медиков были родители, педагоги, руководители учебных заведений. На очередном заседании районной антинаркотической комиссии говорили о борьбе с коноплей, растением опасным для здоровья человека. Речь также шла о реабилитации людей, имеющих наркотическую зависимость. И подробнее об этом Елена Петченко. В заседании комиссии приняли участие руководители структурных подразделений районной администрации, руководители правоохранительных органов и медицинские работники. Перед началом заседания Виктор Ведищев отметил, что на данном заседании необходимо определить эффективность проводимых мероприятий, направленных на оздоровление наркоситуации в Ахтубинском районе. С информацией, касающейся положения дел, выступила заведующая наркодиспансером Татьяна Черкасова. По взятым за прошлый год, за 16-й год, мы взяли под наблюдение два человека, и они у нас все повторно. Это те лица, которые освободились из места лишения свободы. Сняли мы 19 человек, но это которые убыли в места лишения свободы, которые в розыске и которые выбыли в другую область. Из этих 19 человек только два по выздоровлению. В итоге вот у нас оказалась новая цифра 67. Цифра 67. За первый квартал мы взяли под наблюдение этого года три человека с диагнозом наркомании, и сняли тоже три человека, но они у нас и двух осужденные, и один выбивший. По выздоровлению в этом квартале мы никого не сняли. Комплексные мероприятия с участием всех субъектов профилактической деятельности позволили сохранить ситуацию на стабильном уровне. Проблемой, по мнению специалиста, остается уклонение лиц с диагнозом наркомания от лечения. Говорили на заседании и об оперативно-профилактических мероприятиях, принимаемых правоохранительными органами по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Снижение на общем фоне наблюдается, в сравнении с прошлым годом, на 28 преступлений. Из незаконного оборота изъято больше 9,5 кг наркотических средств. Преимущественно, это наркотические средства марихуана, гашечного, то есть производные растения конопля, содержащие синтетического происхождения, ПВП 1,04 грамма. То есть синтетики у нас изымалось только при федерации, которые забывают на путь. Борьба с произрастающей на территории района коноплей проводится ежегодно, и в этом году решения этой проблемы не стали откладывать в долгий ящик. Уже сегодня надо работать с населением и вести разъяснительную работу. Виктор Ведищев подчеркнул, что за те участки, где произрастает конопля, отвечают землепользователи, а значит и уничтожать сорную растительность должны именно они. Всю траву убрать вряд ли удастся, но в черте города и других населенных пунктов ее необходимо уничтожить. Всю информацию, заслушанную на заседании антитеррористической комиссии, ее члены решили принять к сведению, а в конце встречи обсудили ход подготовки и проведения общероссийской операции МАК-2017, в рамках которой проводится работа по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан на военную службу. В соответствии с документом, с 1 апреля по 15 июля 2017 года вооруженные силы России будут направлены 142 тысячи новобранцев. Для сравнения, год назад во время весеннего призыва на службу были призваны 155 тысяч юношей в возрасте от 18 до 27 лет. И вот о том, как будет проходить призыв в Ахтубинском районе, сегодня мы говорим с начальником отделения призыва военного комиссариата в Ахтубинском районе Владимиром Семеновым. Здравствуйте, Владимир Александрович. Здравствуйте. Итак, с понедельника начинается горячая пора. Какие задачи относительно весеннего призыва стоят перед вами? На призыв стоит 557 человек. Мы где-то более 100 человек должны призвать вооруженные силы. Прежде чем начать это мероприятие, как в области, так и в районе, проводились ряд мероприятий, связанных как губернатором области Жилкиным, он является представителем областной призывной комиссии, и у нас представителем призывной комиссии является глава муниципального образования Ведич Виктор Алексеевич. 28 марта были проведены мероприятия в городе Астрахани, у губернатора области, где каждый представитель, который привлекается на призывную кампанию по своему направлению, дал за прошлый год отчет и какие меры были приняты, чтобы у нас весенний призыв прошел на высоком уровне. Хочу оставить на цифрах прошлого года и на примере. Вот, допустим, в прошлом году осенью у нас было отправлено войска 135 человек. Здесь было сказано, как со стороны милиции, прокуратуры, было направлено войска судимых 11 человек. Это у нас уже первый раз такое было, ну, в начале. Судимых за какие-то... Да, по статье 158, где примирение сторон, ребята, будем говорить, с кражами или еще что-то, вот, и получили такие штрафы или еще что-то. Раньше, раньше, ребята привлекаемые к волонной ответственности, судимые не призывали с вооруженной силой. Ну, вот сейчас принято решение, как президентом, все, уже ребят призывают войска, они уже уходят. Вот я ей доложил, 11 человек. Перед этим вы сказали, что более 500 человек получают повестку, чтобы прибыть в военкомат, но в итоге на срочную службу уйдут более 100 человек. Да, ну, там у нас ребята еще привлекаются на эти мероприятия, студенты, школьники, которым исполняется 18 лет, они еще определяют, где кому что, куда поступать и все остальное. Допустим, поступает в государственный университет города Волгограда. Он должен на основании всех мероприятий получить отсрочку, допустим, на тот промежуток времени, сколько он будет учиться, там, на 5, на 6 лет, уже призывная комиссия принимает решение. Запрашиваются все документы, допустим, на то учебное заведение. Он прибывает на призывную комиссию с этими документами и уже здесь уже смотрит, может ли он получить отсрочку, допустим, на учебу или нет, понимаете? Ну, немаловажная сторона вопроса, наверное, здоровье призывника. Естественно. Здесь уже определяет медицинская комиссия, которая будет уже у нас 3 апреля, с понедельника, принимать в этом участие. Выделяются компетентные врачи у нас уже не первый раз, центральные районы нашей больницы, и представители госпиталя у нас привлекались, хирург, терапевт, все. И уже вот эти вот специалисты определяют по состоянию здоровья. Вот, допустим, могу привести цифры прошлого года. Группа А – 43 человека ушло в войска, Б-3 – 70 человек, и Б-4 – 22 человека. Ну, это, естественно, понять-понять, то, допустим, группа здоровья А – это ребята, которые предназначаются в военно-морской флот, в десантные войска. Более крепкие, более сильные. Да, более. Ну, есть ребята идут, которые, ну, немного зрения там или еще что-то. Это же группа здоровья уже Б-3 становится тут. Вот могу привести цифры, которые у нас, вот, у меня за осень, значит. Военно-морской флот у нас ушло в прошлом году осенью 14 человек, сухопутные войска – 70, ВДВ – 9, Национальная гвардия – 16 человек, Воздушно-космические силы – 14, РВСМ – 12. Ну, примерно в эти же войска, наверное, в этом году. Да, и в этом году, в этом году уже есть, уже у нас наряд, уже направление есть, количество людей уже есть. В принципе, уже все же эти же направления остались. У нас где-то процентов 80, от 75 до 80 у нас пойдут служить в Южный регион, то бишь наш округ, вот, Южный военный округ. И предварительно есть часть процентов 15-20 уже пойдут в Центральный военный округ служить. То есть на Дальний Восток никого сегодня нет? Нет, у нас за Урал никто не идет, ничего. У нас было где-то в прошлом году, в весенний приз, у нас ушли ребята в десантные войска, в Омск, где-то 7 человек ушли. Ну, там конкретно отбирали специальные подразделения, ребята более-таки здоровые, подготовленные. Ну, а у тех, у кого здоровье слабое, есть шансы попасть в армию? Есть, конечно, без проблем. Сейчас на призывной комиссии, да даже везде это рассматривается, ребята склонны к примеру, там, допустим, интеллект уровня высокий, но физическое развитие его немножко слабовато, и есть направление служит. Кстати, и в ЗАТО Знаменском у нас ребята служат. Да, я знаю, в прошлом году осенью в Ахтубинск ребята пошли служить. Вот заканчивают у нас, заканчивают МАИ, МАИ, направляют их. Я знаю, что командиры 1550 составляют отношения, все, на Ростов, потом приходят отношения, даже сюда обращаются, в область, и ребят направляют служить в Ахтубинск, служат даже здесь у нас. Есть еще альтернативные виды службы, это вот научная рота. Да, у нас в прошлом году осенью ушли, у нас сейчас пока наряда нет, но я знаю, что будет. В прошлом году у нас ушли два мальчика. Это один обманул, не два, три мальчика, два ушли в Воронеж, и один ушел в Санкт-Петербург, именно в научные роты. А какие-то другие виды еще есть, службы, вот в плане альтернативного? Можно где-то работать медбратом, к примеру? У нас в прошлом году мальчик один был направлен в Астрахань, вот, и так что это вопрос тоже. Он проходит службу, да, в одном из лечебных учреждений, все, и... То есть вопрос решен? Вопрос это решен, без проблем, но это надо не так, как вот они предполагают, что вот если я пришел на призывную комиссию и подаю заявление, нет, есть определенные сроки, а этот срок начинается где-то в течение года решается вопрос. Сначала решается, подается заявление, после этого оно рассматривается в Астрахани. Мобильные телефоны, пластиковые карты для денежного довольствия, все это сегодня... Ну, я вас понял, значит, сейчас, сейчас, раньше у нас как, было запрещено, шли вооруженные силы служить ребята, у них и телефоны оставляли, или там отбирались как-то там, вот, сейчас непосредственно на призывных пунктах, это у нас нет, а прямо в области, непосредственно, когда уходят они войска, им вручаются пластиковые карточки, сим-карты дают, все, вот, пакеты, даже так, даже на пакете прямо написано, позвони маме, там, все остальное, и ребята воспользуются этим, они свободно могут переговаривать с родителями, есть личное время у каждого. А что касается денежного довольствия, в каком размере оно сегодня существует? Ну, я вам точно не скажу, смотря где и кто, вот, допустим, сейчас есть регионы, где получают, вот, слушайте, ребята едут в Абхазию, я знаю, там еще что-нибудь, как, за границу, там по 12-14 тысяч получают, в определенной, допустим, 2 тысячи получают, ну, сейчас вот я знаю, даже и здесь, в Ахтубинске, на примере Ахтубинске и других подразделений, финансы, финансы практически не нужны, питание на высшем уровне, шведский стол, ребята выбирают, я знаю, что первые 2-3 блюда, вторые 2-3 блюда, там идут все. Есть юноши, которые хотят служить, но не могут, потому что состояние здоровья, к примеру, да, а есть те, кто может служить, но не хочет, это уже уклонисты. Да, ну, вот я приведу цифры такие, за прошлый год, за осень, у нас не явилось на призывную кампанию, 33 гражданина. И мне бы хотелось высказать свое благодарство от руководства военкомата, это работникам паспортного стола и нашей полиции, во главе с новым начальником. Были совместные рейды из 33, так будем, граждан, было найдено и вручены повестке 28 человек. Хорошо нам помог паспортный стол ФМС, где под руководством начальника паспортного стола, майором полиции Сидельников, был ряд мероприятий проведен, выборку сделали, все, где у нас получилось то, что, может, кто-то сменил место жизни, может, кто-то адрес заменил, еще, у нас нет этой информации. И вот эта вот цифра у нас резко упала, что мы были в области даже на эту тему отмечены, из 33 человек у нас 28 человек уже найдено. В конце каждого призыва, не явившегося на призывную комиссию, личные дела формируются и передаются в Следственный комитет для принятия решения. Там уже сейчас будут рассматриваться или штраф, или привлечение к уголовной ответственности. Уже это решение принято, и уже в этом году весной уже, ну, дел 20 мы передали, они сейчас находятся в Следственном комитете, сейчас там рассматриваются, и именно явных, которые уже два призыва уже не прибыли, все остальное, уже будет работать в этом направлении прокуратуры, будут приниматься серьезные меры. Вплотье, как сказал, до привлечения к уголовной ответственности. Сейчас в Государственной Думе ведется дискуссия о том, чтобы возраст призывной был увеличен, сейчас он 27 лет, звучат также предложения, чтобы до 30, даже до 35, что, наверное, усложнит вам задачу. Задача будет усложнена, но сейчас, сейчас нам как бы в помощь идет такой вариант, что ребята, имеющие высшее образование, могут заменить службу, службу срочную на контрактную службу. А на них увеличится в два раза все, они заключают контракт, и в пределах не год служат, а три года служат все по контракту. У нас вот, допустим, я знаю такие моменты, когда ребята с наших воинских частей, ближайшие жажки, это город Знаменск и Ахтубинск, приносят отношения от командира, и ребята уже призывают на контрактную службу, сразу же имеющую высшее образование. Есть также, если здесь ни у кого таких возможностей нет, у нас в военкомате есть перечень, какие есть города, все, куда требуются воинские части, по таким-таки специальностям. Уже у нас есть начальник, который занимается непосредственными вопросами, Втутов Игорь Валентинович, уже здесь он может определить все, подходит ли он по той или иной специальности, у нас, допустим, много таких, которые ребята заканчивают, железнодорожные ростовские, там еще что-то, и уже по направлению пойти и служить по контракту. А по возрасту, по возрасту, да, будет нам труднее добавиться работа, уже все. Ну, я думаю... Ну, вопрос в стадии обсуждения, так что, возможно... Да, ну, возможно, он и не пройдет там у них, понимаете. Ну, спасибо, что были сегодня у нас в студии. Желаем вам успехов и вашим коллегам в этот весенний призыв. Спасибо. Ну, а мы продолжаем программу. Зима не хочет уходить. Еще нередки небольшие морозы. Сегодня утром по городу местами было до минус пяти. Ощущение холода сильнее при ветре. Его порывы в минувшие дни достигали 15 метров в секунду. Возможно, непогода нарушила работу светофора на перекрестке двух центральных городских улиц. Именно там утром произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте аварии побывал Владислав Лихварь. По информации очевидцев, с вечера 30 марта на перекрестке улиц Добролюбова-Волгоградская перестал работать светофор. Возможно, поэтому и случилась авария с участием трех легковых автомобилей. Сотрудникам ГАИ найти виновников ДТП непросто. Все три участника дорожного движения встретились в одно и то же время на одном и том же месте. Полицейским требуется установить, кто кому не уступил дорогу, кто нарушил правила проезда перекрестка с неработающим светофором. Подобные аварии, по информации ГИБДД, в Ахтубинском районе случаются нередко. Водители забывают главные правила для участников дорожного движения. Будьте внимательными и взаимовежливыми. Не нарушайте основных правил, и тогда подобных неприятностей на дороге не будет. Сотрудники госавтоинспекции по Ахтубинскому району говорят, что светофор, безусловно, хороший регулировщик движения. Однако есть также дорожные знаки. В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло сегодня утром, водитель транспортного средства Киосит не выполнил требования правил дорожного движения пункта 1310, при этом совершил столкновение с автомобилем Форд Фокус. И также столкновение с автомобилем ВАЗ-2106. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Имеются у автомобиля только технические повреждения. В данный промежуток времени не работал светофор. Во время сильного ветра оборвало провода, и один из блоков сгорел. На сегодняшний момент мы видим, что светофор подчинили, он работает исправно. Но однако же, в тот момент, когда он не работал, водители все-таки позабыли о том, что у нас еще существуют, кроме светофоров, еще у нас знаки приоритета, которые необходимо соблюдать даже при работающем светофоре. Что касается дорожных знаков, то жители микрорайона имени Лавочкина уже успели заметить, что на дороге появился знак «Пешеходный переход». Правда, юные пешеходы пока его, видимо, не разглядели. Дорогу переходят, где кому удобно. В то же время на въезде в микрорайон демонтирован знак «Жилая зона». Решение о демонтаже знака было принято еще весной прошлого года инспекторами ГИБДД. Демонтирован знак был месяц назад. В силу того, что является микрорайон «Жилой» и имеет те же самые магазины, то дорога, по которой следуют именно маршрутные транспортные средства, она является дорогой общего пользования. То есть той дорогой, по которой имеют право передвигаться транспортные средства. И те примыкающие уже дороги, которые идут непосредственно в микрорайон, тогда уже будут считаться «Жилой зоной». Со стороны ГАИ, со стороны администрации города было принято решение все-таки о демонтаже данного знака, чтобы облегчить, скажем, работу и транспортным средством, маршрутным транспортным средством и грузоперевозящим транспортным средством. Ну и, естественно, пешеходам на данный момент. Сейчас там установлен знак «Пешеходный переход». Демонтаж знака, то есть на сегодняшний день его отсутствие, не говорит о том, что водители транспортных средств могут ездить каждый, как ему заблагорассудится. То есть вольготно, по своему желанию. Должны понимать, что при въезде в «Жилой микрорайон» в любом случае должна быть сброшена скорость и то, что это не место для лихачества. В феврале в Ахтубинске прошла выставка произведений заслуженного работника культуры Российской Федерации члена Союза художников России, нашего земляка Александра Клишина. По завершению выставки картины были перевезены в районную детскую художественную школу имени Петра Котова. Юные художники получили возможность глубже изучать творчество Клишина, считают педагоги и корреспондент Татьяна Заяц. Теперь юные ахтубинские художники могут учиться живописи, глядя на лучшие ее образцы. Руководители района детской художественной школы решили разместить в стенах учебного заведения несколько картин Александра Клишина, мастера живописи нашего известного земляка. Много лет подряд Александр Яковлевич был педагогом в художественной школе, возглавлял ее, а затем руководил филиалом художественного училища имени Власова. И не переставал писать картины, поскольку считал, научить детей художественному мастерству невозможно без собственного творческого развития. Клишин Александрович имеет большое значение в нашей школе, потому что действительно он основоположник многих академических направлений, которые у нас здесь были, методических разработок, которые действительно потом шли у нас в нашем процессе учебном. Он как мастер сам работал всегда и учил творчески подходить к каждой работе всех учителей, не только учеников, но и учителей. Именно Клишин возвел в традицию торжественную защиту дипломных работ выпускников художественной школы. Учеников очень сильно обязывает выполнить качественно свою работу, также обязывает самостоятельно ее выполнить, и так, чтобы ее качественно и очень красиво преподнести зрителю. И когда художник, это маленькие художники вроде казались, но они уже настолько становятся серьезные, самостоятельные. Александр Клишин, который в настоящее время живет в Волгограде, предоставил для Ахтубинской выставки 10 своих картин и 5 работ жены Евгении, мастера акварельной живописи. Кстати, Евгения Степановна также была педагогом Ахтубинской художественной школы, преподавала живопись. Оба художника работают в стиле реализм. Пишут картины самых разных жанров – пейзажи, портреты, натюрморты. Педагоги художественной школы утверждают, экспозиция работ Клишинах весьма полезна для учебного процесса. Есть темы уроков у нас на истории изобразительного искусства, где необходимо просто объяснить детям виды, техник, какой существует язык живописи. И тогда вот эти работы, они мне очень помогают. Я хожу здесь с детьми и показываю им на примере нашего художника, какой бывает техника. Что техника бывает масляной, техника бывает акварельной, что каждый художник передает свое колористическое решение и использует для передачи того или иного состояния. А детям интересно, что это подлинная работа. Я не говорю, что это подлинная работа. Это не постеры, которые сейчас мы видим, а это интересные работы под подписи художника. Им иногда хочется попробовать. Ой, Ласипана, тут мазочки. Говорю, да, здесь мазочки. Но только трогать нельзя, художник обидится. В планах у руководства школы познакомить с ярким творчеством нашего земляка как можно больше юных ахтубинцев. Не только своих воспитанников-художников, но и других детей, учащихся общеобразовательных школ города и района. Знакомство будет проходить в виде организованных экскурсий и сопровождаться рассказами и пояснениями педагогов. Очень хотелось бы возобновить такую традицию. Это выставка творческих работ наших преподавателей. В наших стенах всегда проводились здесь выставки. Возрождение этой традиции, которая как-то где-то чуть-чуть затерялась в какой-то момент, период времени. Может быть, это не нужно было. А может быть, в связи с тем, что открылся выставочный зал, мы как-то все переместились в выставочный зал. А забыли о том, что и можно здесь также открывать выставки, мини-персональные выставки. И вот сегодня этими работами, конечно, хотелось бы, чтобы поднять опять же ту традицию, которая была. Сегодня Александр Леофтьевич свои работы здесь выставляет. Следующий год, например, или следующее полугодие, еще кто-то из преподавателей. И так, из года в год, чтобы все-таки эта традиция осталась у нас в наших стенах. И новости спорта. На этой неделе в физкультурно-оздоровительном комплексе стартовал Всероссийский детский турнир по гандболу на кубок закрытого акционерного общества «КНАУФ ГИПС Баскунчак». В соревнованиях принимают участие 8 команд из Астрахани, Ахтубинска, Волгограда, Санкт-Петербурга и Саратова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открыл турнир гарнизонный духовой оркестр. Под браворный марш в спортзал физкультурно-оздоровительного комплекса вошли команды юных гандболистов из Астрахани, Волгограда, Саратова, Санкт-Петербурга, Ахтубинска с приветственным словом к участникам Всероссийского детского турнира по гандболу на кубок «Зао КНАУФ ГИПС Баскунчак» обратилась Надежда Себекина. В этом спортивном зале мы уже не первый год проводим турнир на кубок «Зао КНАУФ ГИПС Баскунчак». Очень приятно, что для некоторых команд это участие уже стало традицией. Хочу вам в первую очередь пожелать, чтобы вы в этих соревнованиях проявили все свое мастерство, отвагу, мужество, умение играть в команде, проявили хорошую физическую подготовку, ну и успехов вам. Поздравили юных гандболистов, представителей командования ГЛИЦ имени Валерия Павловича Чкалова. Вам сегодня предстоит испытание на прочность, испытание на слаженность, испытание своей силы, духа. И я хочу вам пожелать честной, открытой борьбы, побед. Дорогие ребята, хочется пожелать вам одного, как сказал уже герой Российской Федерации, это честность, справедливая борьба. Самое главное, чтобы вы смогли доказать здесь, не только себе, а всему миру, чтобы самое главное заниматься спортом. А сегодня вы показывать будете спорт именно здесь, на Ахтубинской земле. Организатор турнира, главный судья Николай Остапенко, рассказал о порядке проведения трехдневных соревнований. Первыми на спортивную площадку вышли гандболисты команды «Авиатор-1» и команда девушек города Астрахань. 2004-2005 годов рождения. Особого различия между женской и мужской командами в гандболе нет. Правила одни и те же, и подобные поединки бывают часто. Астраханки играли с большим напором и забили Ахтубинцам 11 мячей. Юноши, в свою очередь, провели игру на достойном уровне и забросили в ворота Астраханок 43 мяча. Тренер команды «Авиатор» Николай Остапенко сказал, что на турнир прибыли самые сильные команды России и легких побед не будет, и точно. На поле «Авиатор-2» и команда девушек из Санкт-Петербурга. Их тренеры – чемпионки Олимпийских игр, многократные чемпионки России по гандболу. Если в игре по центру поля девушки уступали Ахтубинским гандболистам, то защиту строили непробиваемой. Счет поединка был 17-36 в пользу гостей. Такого поражения на своем поле наши ребята еще не имели. Однако Остапенко сказал, еще не вечер. В Казани на подобном всероссийском турнире в начале марта похожая ситуация была. На первое место все-таки завоевал наш Ахтубинский «Авиатор». А на следующий день состоялся еще один поединок с гостями из северной столицы России с Ахтубинцами. Его результат – 30-30. Сейчас моя команда 2005 года рождения девушки очень удачно выступает. В городе мы первые. В этом году выиграли Кубок открытия сезона. Участвовали несколько человек, моих девочек, за более старший возраст на первенстве России на зональных соревнованиях в Санкт-Петербурге, на полуфинальных соревнованиях в городе Москве. Пока все выигрывают и радуют. Как ни надеялся тренер команды «Авиатор» отыграться, выйти в финал, чудо не произошло. И вообще никто из участников турнира не смог ни в одной игре одержать победу над девушками из Санкт-Петербурга двумя командами школы Олимпийского резерва. В итоге, в финале, они играли между собой и заняли, соответственно, первое и второе место. Турнир прошел очень интересно. Ну, как говорится, опыт и мастерство Санкт-Петербурга, конечно, было намного выше, чем других команд. В принципе, они разыграли между собой первое место и кубок разыграли. Чем можно поздравить тренерский состав детей. Очень приятно, что ребята показали красивую игру и самодачу, и волю к победе. Ну, я думаю, что нашим ребятам есть, как говорится, к чему у этих детей поучиться, к чему стремиться. В завершении выпуска информация для любителей продуктов пчеловодства. В фирменных киосках от пасечников Бирюковых новое поступление товара. Мед – это дар природы, переоценить который просто невозможно. В фирменных киосках от пасечников Бирюковых представлен широкий ряд продуктов пчеловодства, который постоянно обновляется и пополняется полюбившимися экземплярами. У нас постоянно покупатели просили, говорили о том, что был такой замечательный полевой мед с подсолнечником, который очень полезен, особенно для пожилых людей, которые выводят из организма все отравляющие вещества, холестериновые бляшки разрушают. Вообще очень полезен для общего укрепления организма. Все знают о полезных свойствах подсолнечника, а здесь еще и плюс полевые травы. Всего за 750 рублей вы можете приобрести трехкилограммовую банку меда. Это лучшая цена во всей Волгоградской области, мне кажется, что в Астраханской области тоже. Количество полевого меда ограничено всего 50 банок на каждой торговой точке. Впрочем, пасечники подготовили для ахтубинцев еще один сюрприз. Это высокосортный экспорцетовый мед. Экспорцет – красивое травянистое растение, принадлежащее к семейству бобовых. Обладает приятным душистым ароматом, благодаря чему и притягивает внимание пчел. Мед имеет густую тягучую консистенцию и ценится не только за ароматы, насыщенный вкус, но и за большое количество входящих в его состав микроэлементов – аскорбиновой кислоты, каротина, белков, углеводов и ферментов. По своим свойствам эспорцет является лучшим медом для мужчин при мужских заболеваниях. В гинекологии очень хорошо используется, а также для кашля, ларингит, улучшение кровообращения, уменьшает проницаемость сосудов, также полезен для укрепления сердечной мышцы. Приобрести мед и другую продукцию пчеловодства можно в фирменных киосках. У торгового центра 8 по улице Добролюбова и у ЦУМа по улице Нестерова. И это все новости на сегодня. Хороших выходных. До встречи.